После того, как президент США Джо Байден публично сообщил, что считает коллегу из России Владимира Путина убийцей, появились большие сомнения в его компетентности в вопросах международных отношений, пишет немецкая газета Die Welt. Возможно, 78-летний Байден стал забывчивым и не осознавал, что говорил, запамятовав правила холодной войны. Но тот, кто оскорбляет главу огромной ядерной державы, в любом случае должен четко представлять поставленные цели и понимать вероятные последствия. В связи с этим можно лишь надеяться, что между странами до сих пор работает красный телефон. При этом известная фраза Карла фон Клаузевица не может перекручиваться, и политика никогда не должна становиться продолжением войны другими средствами. Как будут развиваться события дальше, сказать сложно. Но скорее всего Байдену будет трудно сесть за стол переговоров с человеком, которого он назвал убийцей. Однако диалог между Вашингтоном и Москвой необходим и не только по вопросам вооружений, уверена пресса. Недавно анонимный автор представил проект программы по сдерживанию Китая. В ней США дали четкий совет, вывести Россию из российско-китайского альянса. Это необходимо сделать, чтобы Вашингтон имел более выгодные позиции в конфликте с Пекином. Однако атака Байдена против Путина не побудит Кремль к дружбе с Белым домом. Просто удивительно, что государство, одержавшее победу в холодной войне, само забыло ее правила. Джон Ф. Кеннеди и Генри Киссингер, Рональд Рейган и Джордж Буш всегда имели ясное понимание смертоносности СССР. Начиная с Карибского кризиса, они всегда заботились о том, чтобы нить диалога с Москвой никогда не обрывалась. Остается надеяться, что Байден мыслит похожими категориями. Если нет, то ему нужно срочно посетить 97-летнего Киссингера, чтобы набраться опыта, подытожило издание из Германии.